Слово предоставляется Полине Андреевне Поблухиной, которая должна была быть вообще до обеда, а мне никто ничего не сказал или я совершенно об этом забыл. Итак, Полина Андреевна, прошу, вам слово. Здравствуйте. Мой доклад посвящен пропозициональному характеру эмпирических установок и данный доклад был вызван возникающим у меня вопросом при прочтении статьи по поводу аналитической философии о том, носят ли все ментальные состояния агента пропозициональный характер. И в современных исследованиях, как оказалось, данный вопрос является спорным, потому что кто-то утверждает, что да, все ментальные состояния носят пропозициональный характер, но некоторые исследователи утверждают, что данные высказывания направлены прямо на объект. Особое внимание в данном докладе будет посвящено глаголам восприятия, семантический анализ которых часто сравнивается с классическим анализом установок знания. Итак, для начала я предлагаю рассмотреть общепринятую технику описания условий истинности и для этого приведу пример, такой как Ральф знает, что у Рози есть мягкая игрушка. В данной пропозициональной установке мы можем выделить отдельное предаточное предложение в качестве отдельной пропозиции, которая является истиной, если в возможном мире у Рози действительно есть мягкая игрушка. Для анализа же пропозициональной установки используется понятие знания и убеждения как особые модальные операторы. И данные операторы добавляются при анализе языка в обычной классической логике. И что касается анализа пропозициональной установки, то здесь мы наблюдаем интенциональное состояние убеждения Ральфа, которое направлено на объект. И как мне показалось, в данной ситуации мы не задаемся вопросом о реальности Рози и ее мягкой игрушки в плане вопроса о сущем как таковом, но здесь обращается внимание на состояние знания Ральфа относительно того, есть ли у Рози мягкая игрушка. И в связи с этим здесь мы можем говорить об интенциональности пропозициональной установки. Однако данный классический подход не справляется. Чаще всего возникают вопросы в тех высказываниях, в которых глагол прямо указывает на объект без предаточного предложения. В некоторых современных статьях такие высказывания получили название эмпирических установок, и их разделяют на следующие типы. Это эпистемические глаголы, эмоциональные, глаголы, выражающие представление, и глаголы, выражающие восприятие субъекта. Рассел относил данные глаголы к пропозициональным установкам, но он отмечал, что делает это ради удобства классификации, потому что данные глаголы как-то соотносят объект с предложением. И в связи с этим, опять же повторю цель данного исследования, необходимо выяснить, как именно происходит связь в высказывании эмпирических глаголов напрямую или же концептуально через мышление. Так, положительный ответ на данный вопрос, мне бы хотелось в конце прийти именно к такому ответу, привел бы к единому описанию всех ментальных состояний агента. И далее, мне кажется, это позволило бы рассмотреть вопрос, связанный с познанием и тем, как мы понимаем ментальные установки другого. Так, и свое доказательство я хотела бы начать от обратного, а именно с критики пропозиционального подхода для эмпирических установок. И если мы принимаем данный подход и говорим о том, что ментальные состояния не имеют пропозиционального содержания, то мы не можем оценивать их в качестве истинностных или ложных. И ряд современных исследователей, к которым относится британский философ Тим Крейн, придерживаются данной позиции, и он утверждает, что опыт без концептуальных посредников имеет интенциональное содержание. Так, немножко, да, вот здесь, но это должно было быть раньше. Вот у него тут есть такая красивая цитата. Вы чувствуете вкус вина и запах сыра, слышите стук копыт по мостовой. Это все дает нам очевидное феноменологическое содержание перцептивного опыта, без оков теории пропозиционального отношения. Получается, что, согласно Крейну, ментальные состояния направлены на объект напрямую, без каких-либо концептуализированных в мышлении аспектов. И здесь тогда возникает вопрос, какие критерии мы можем выделить в таком случае, чтобы оценивать данные высказывания в качестве истинных. Здесь Крейн предлагает такую характеристику, как уровень точности опыта. И особенно это касается глаголов восприятия. Здесь он проводит аналогию, согласно которой мы можем оценивать суждение восприятия как пиксельное изображение. То есть изображение может быть более или менее точным. И мы можем, например, приближать, уточнять наше восприятие, так же, как и рассматривать изображение. Но, как мне кажется, характеристику точности можно назвать только лишь характеристикой для осуждения данного типа. Но это нельзя считать полноценным контраргументом против пропозиционального характера эмпирических установок и отрицания логико-семантического анализа утверждений. И как в таком случае определить условия истинности для ментальных установок и в том числе для осуждения восприятия? Как отмечалось ранее, в классической эпистемической логике мы сводим все пропозициональные установки к классическому виду «С знает или убежден, что П». И точно так же отмечается, что логика восприятия показывает, что классической схемой является формула «С видит, что П» или «С чувствует, что П». И получается, что посредством этого мы можем формально анализировать данные высказывания, но не все осуждения восприятия можно свести к виду предаточного предложения. На слайде приведены два примера. И первый как раз таки в нем утверждение приведено в виде пропозициональной установки «Ральф видит, что в пруду плавает утка». Но следующее высказывание «Ральф видел, как плавает утка в пруду» не сводится к виду предаточного предложения. И более того, можно отметить, что предложение 1, оно вытекает из предложения 2, но этот вывод мы можем сделать, основываясь на каких-то прагматических характеристиках. То есть к данному выводу мы приходим, не опираясь на формальную семантику. То есть, например, «Ральф видел, как утка плавает в пруду», но, возможно, он не опознал утку в качестве утки. Возможно, это была вообще не утка. Но, тем не менее, акт восприятия «Ральфом» утки, он свершился. Но процесс опознания утки как таковой не произошел. И в данном примере, в примере номер 2, мы говорим об отношении восприятия «Ральфом» утки. И уже после, в тот момент, когда «Ральф опознал нечто в качестве утки», то мы можем сказать, что конкретно он видел в пруду. Далее рассмотрим высказывания, содержащие глаголы памяти, поиска эмоций, которые также прямо указывают на объект без предаточного предложения. И тезис в том, что они также сводятся к пропозициональным установкам, но пропозиции здесь являются неспецифическим преддикатом, то есть они выражены неясно и не представляют всю картину целиком. Но, тем не менее, мы можем представить и додумать эту картину. И рассмотрим это на следующем примере. Кто любит попадио, кто свиной хрящик. В данном случае глагол «любить» выражает два различных отношения. И в первом случае глагол «любить» означает, что некто имеет роман с женой папа, а во втором случае говорится о гастрономических вкусах субъекта. И получается, что неспецифический глагол возникает в ситуациях, когда мы можем интерпретировать один и тот же глагол разными способами, но из контекста чаще всего мы видим, как именно интерпретируется данный глагол, потому что «любить попадью» не означает ее съесть, а «любить свиной хрящик» не означает испытывать к нему симпатию. В особо затруднительных случаях, когда мы не можем понять из контекста, мы можем восстановить пропущенную информацию, опять же, прагматически, по посредствам диалога. Таким образом, пока что на данном этапе я могу утверждать, что ментальное состояние сводится к тому, чтобы иметь пропозициональный характер. На этом мой доклад заканчивается. Спасибо за внимание. Если у вас есть какие-то вопросы, замечания, я постараюсь на них ответить. Коллеги, прошу вопросы. Олег Дамалов. Спасибо. Фредди различал суждение и пропозиции. Пропозиция – это то, что может быть истинно или ложно, а суждение – это, собственно, акт утверждения того, что некая пропозиция истинна. Вот «знать» означает вынести некоторое суждение. То есть вот те глаголы, которые вы называете пропозициональными, ну и расслабить пропозициональными, они соответствуют некоторым актам. Вот «я хочу». Что значит «я хочу»? Это значит, что я некоторые акты делаю. Превращение этих актов в пропозицию, что «эс» знает, что нечто. То есть это отдельная процедура. Как акт того, что «эс» вынес суждение о том, что нечто, превращается в пропозицию о том, что «эс» знает, что нечто. Это отдельная процедура, которая требует какого-то нашего участия. И мне кажется, в вашем вопросе вот это различение между пропозицией и суждением, оно было бы полезно. Потому что, например, кто-то там видит утку. Вот двусмысленность этого слова «видит», она, мне кажется, с этим связана. Потому что, с одной стороны, вы можете сказать, что Ральф видел утку. Из того, что вы на него посмотрели, и видите, вот стоит Ральф, вот стоит утка, и он видел эту утку. Но Ральф мог не опознать ее как утка. И поэтому он пропозиционно-то ее видел. Но акта «видения утки» он не совершил. Поэтому происходит двусмысленность между... Ну, то есть разница между пропозицией, которую вы как внешний наблюдатель делаете, и суждением, которое Ральф должен вынести. Он его либо выносит, либо не выносит. И вот это вот превращение суждения в пропозицию, оно, мне кажется, здесь важно, кажется. Да, спасибо большое за комментарий. Мне кажется, что я встречала что-то подобное у Гусулья, возможно. Он тоже говорил о том, что знание является определенной характеристикой пропозиции, и что сначала это, грубо говоря, формируется у нас в голове, и потом выделяется, происходит отдельный акт, ну, вынесение осуждения. Но мне казалось, он это говорил только относительно как знания как установки, то есть знания о том, что знание как о пропозиции. И вот это фрагерское развлечение между пропозицией и суждением, оно постепенно забывается. Забывается, что вот было такое суждение, и постепенно остаются одни пропозиции. Я, конечно, историю не знаю, но мне кажется, вот это вот Расселовское выделение пропозициональных установок, именно как пропозиции, это один из шагов на этом пути забывания о том, что есть какое-то суждение, которое является актом именно о ней, а не пропозиции. Хотя, ну, я могу ошибаться относительно истории. Хорошо, спасибо большое. Так, ну, есть еще возможность задать еще один вопрос. Есть ли желающие Zoom? Анна Юрьевна, прошу. Да, это не вопрос, скорее, а просто такой короткий комментарий. Вот, да, тоже. В качестве альтернативы пропозициональному подходу именно вот к таким ситуациям, когда рассматриваются глаголы восприятия, существует, ну, опять же, в ситуационной семантике существует подход, где моделируется просто сцена, которая состоит из труда, утки, значит, и того, как она там плавает, и говорится, что Ральф видит эту сцену, и в этом смысле здесь уже мы даже уходим от какой бы то ни было семантики, мы переходим как бы на уровень антологии. Вот, тоже может быть интересно, это у Барвайса есть статей на эту тему. Да, спасибо большое. Я как раз нахожусь в процессе ознакомления с Барвайсом. Ну что, поблагодарим Полину Андреевну. Спасибо за наклон.